Привет, зритель! Моей головы в кадре не будет, потому что у нас какого-то типа горячую воду. Отключили голова, не особо свежая, но у нас будут руки. Ой! Короче, как ты знаешь, когда вот только получаешь на базе выдачи или в магазине, или ещё где-то, какую-нибудь технику, ты её распечатываешь, проверяешь на комплектности рабочей способности, а потом обратно фиг закроешь, если полностью трамбуешь. Вот у меня тоже лишнее получилось. Оно ехало, конечно, в озоновском пакете. Но озоновский пакет я сняла, потому что неудобно из него потом на столе вытаскивать это всё. Это медленного арка Китфорд. Маленькая, на полтора литра. У меня есть большая. Вот я тебе даже её сейчас в кадр попытаюсь всунуть. Это вот горшочек от неё, он отмакает. Там была вкусная кашка мясная. Есть, которую на 3,5 литра я покупала, но не у меня, а бабушке. Бабушкиной младшей сестры. В деревне у неё, может, или в посёлке, я не знаю. Короче говоря, и вот теперь будет маленькая. Я тут сидела на днях, тарпила и так страдала. Думаю, как же я уеду в деревню и не смогу готовить себе вкусную штучку, какую-нибудь крупу с мясом. Потому что на газовой плите, ну, как-то наследить вдруг убежит. На электрической плитке оно много энергозатратно, а печку не всегда топишь, потому что иногда бывает тепло. Я надеюсь, что этим летом будет довольно часто тепло. Ну, короче, не всегда можно поставить печку, чтобы потом мне что-то приготовить. Поэтому я тут страдала-страдала, и я в начале года хотела вообще её купить. Но мне родня сказала, нафига она тебе? Мы взялаем газ. Ну, я подумала, ладно, вот тут такая фигня пришла. Они до сих пор не любят хуэвэвские телефоны. Но АПК можно при случае найти. Потом, то, что тут на столе лежит, это просто не выместилось в коробочку. В общем, я написала ватсап родственнику. Говорю, так я тут страдаю. Понимаю, что в деревне я не смогу так вкусно кушать. А мне хочется нормально питаться, не гемориться. И я говорю, может мне купить её? Я думаю, сейчас мне скажут, ну, как бы у меня система. Проблема выбора очередная, может купить, не купить. Вот если бы у тебя, вот если бы у меня был тикток, я бы сюда что-нибудь запилила. Но у меня тиктока нет, на моё счастье, и нафиг я этим страдать не буду. Но если я вдруг захочу ещё одни весы, то я оставлю отзыв, скину чек, заполню там эту форму отзывную. Всё в таком духе, наверное, на зону и так буду оставлять отзыв. Вот твой подарок, кухонные весы, за отзыв. Инструкция по применению. Ну, тут бумажка, сколько этих бывает штучек. У меня какой-то вроде до сих пор нету, но, в принципе, как бы не суть, важно. У меня их вообще теперь дофига, этих магнитиков отаранчили, бля, вау, магнитик хочется, попался такой-то. А потом уже дофига этих магнитиков, ну, куда они. Я их частично раздарила. Насколько я помню, там надо первый раз её с водой прогреть до того, как вода закипит. Первое прогревание. А потом уже вытереть насухо, то-сё, значит, и уже после этого юзать. И мне близкий родственник говорит, да, типа, а что такое, ну, хочешь купить? 1690 рублей, вот такая штука. Я как бы всё пытаюсь окно сделать себе, да, ну, в комнате. Ну, тут то одно, то другое. То пятое, то десятое. Я пришла к выводу, что, видимо, окно буду делать уже где-то в середине лета, потому что у меня сейчас нет денег на окно. Они у меня есть, но именно на окно у меня не будет денег. Я хотела именно такую небольшую на полтора литра, потому что, как бы, максимально туда можно будет залить на литр. Закинул крупу, закинул мясо, залил воды, закинул специи, поставил, посолил, ушёл, и часа через четыре у тебя будет вкусная хавка. Может, даже через... Если хочется мяса такого, чтобы от кости совсем отваливалось, то можно и подольше подержать. Тут, вон, кошка на окно запрыгнула. В общем, бумажка. Слушай, зрители, она такая маленькая, миленькая. Я помню, свою первую медленоварку два года назад с лишним покупала. Она была чуть дешевле на сотню, чем та, которая сейчас. Она поменьше, та, которая сейчас. И в деревню, которая купленная вот эта вот. И на сотню побольше. Я её думаю специально. Вот сегодня у меня родственники уехали в деревню. Она вчера пришла, но я что-то с Визы приехала. Такая устарственная. Если у меня было не пилить за заказом, я поехала сегодня за этим заказом. И они поедут вроде как в понедельник, я надеюсь. Ну, короче, когда-то они собираются ещё поехать. Я с ними большую часть вещей вот тут постепенно так собираю, отправлю. И вот это тоже. И, возможно, даже сама свалю на некоторое время. В общем, крышечка у нас такая малюсенькая крышечка. Горшочек керамический. Ну, не сказать, что малюсенький, но поменьше, чем тот. Соответственно, слегка полегче. Слушай, вот ещё пакет. И ещё в пакете. Ещё какая-то деревянка, бумажечка, в смысле. Ещё пакет. В пакете вот в этой штуке была сама вилка. Сунуто. Оно как-то тут перекладывалось всё. И вот здесь вот эта пенопластовая штучка. Можно её будет потом пошуршать. В СМРе у меня где-то целый склад на балконе этих пенопластовых штучек. Вот такая у неё жопка. Я её проверила на работоспособность. У неё всё горит. В смысле загорается. Она такая маленькая, свеженькая, блестященькая, чистенькая. Новенькая. Малюсенькая, лёгонькая. Вообще. Прям любовь с первого взгляда, можно сказать. И вот я её прогоню первый раз. Ну, по инструкции омою вот эту штучку, крышечку, высушу. А потом залив воды и первый раз прогрею до состояния горячей воды. Помню большой, ну, который у меня на 2,5 литра медленоварка. Я вроде как часа 3 или 4 ждала, пока оно там всё прокипятится. Здесь может быть поменьше. Потому что и место как бы она сама по себе маленькая. Ну и так. Ну и я вообще люблю готовить медленоварки. Так что, зрители, если ты тоже вдруг любишь, бери на заметку. Маленькая штучка. Там где-то была написана её модель. КРТ-205. Вот. Вот весь обзор, распаковка с голосом за кадром. И руками иногда в кадре. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.